Сегодня в России сложились уникальные условия для развития профессиональных компетенций молодых специалистов. К такому выводу пришли участники и эксперты Красноярского экономического форума. По последним данным в ЦИОМ, 60% респондентов считают, что реализовать себя необходимо в стране, где родился и получил образование. Вырос проценты тех, кто желает заниматься предпринимательством. Стало больше молодых людей, кто уже открыл свой бизнес. Эксперты и участники молодежной площадки Красноярского экономического форума отметили важный современный тренд. Работодатели готовы вкладываться в обучение молодых специалистов. Воспитание собственных кадров они заинтересованы в неравнодушных соискателях. Так же сильно, как и молодые специалисты в поиске хорошей работы. И сегодня же стоялась экспертная дискуссия «Новые возможности для бизнеса. Перспективы развития без правовых рисков». В ее работе в режиме онлайн принял участие член Комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко. Он сейчас в нашей студии и готов поделиться подробностями. Владимир Катемирович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, в чем, по-вашему, вообще особенность развития промышленности и бизнеса в Сибири в нынешних условиях. Особенность развития Сибири, наверное, как и всей страны, заключается в тех вызовах, которые мы переживаем. Рецепты, по сути дела, выдал президент на очередном послании, которое мы слушали, комментировали и уже взяли в работу. Но вот на примере нашего Комитета по экономической политике у нас только за последние три дня прошло несколько мероприятий, как раз уже с целью подготовить конкретные предложения, как реализовать те тезисы, которые были озвучены Владимиром Владимировичем Путиным. Ну, в частности, мы смотрели вопросы развития автомобильной промышленности. Вчера, как реализуется проект безопасной и качественной дороги, как будет развиваться общественный транспорт. И затронули тему погранпереходов с нашими дружественными странами. Это все связано, опять же, с развитием дорожной сети, логистики. И, в принципе, то, о чем, опять же, говорил президент, да, то есть нужны новые магистрали, нужны новые логистические узлы. И это будет, безусловно, способствовать развитию бизнеса. Ну, а на примере Сибири, хотел бы напомнить, что принята стратегия до 2030 года, поставлены амбициозные задачи через развитие восьми основных направлений, которые будут сконцентрированы в восемь производственных кластеров, создать пятьсот тысяч рабочих мест. Это, безусловно, очень амбициозно, это очень сложно в сегодняшних условиях. Но, с другой стороны, у региональных команд вырастают крылья с учетом того, что они видят поддержку федерального центра через национальные проекты, федеральные программы, федеральные проекты. То есть, в принципе, все это достижимо. Но нужны очень серьезные усилия. А вообще, по вашему мнению, в достаточном ли количестве сегодня выработаны оптимальные решения для развития предпринимательства на государственном уровне? Они, в принципе, вырабатываются практически каждый день. Но вот тот пакет, который был озвучен правительством, безусловно, он сейчас находится в работе. А сегодня, в частности, на той секции, где я присутствовал, как раз говорили о тех административных барьерах, чрезмерной нагрузке в плане уголовного преследования. И подготовили уже конкретные предложения, которые мы в дальнейшем намерены уже взять в работу на площадке нашего комитета. То есть, те предложения, которые были озвучены, в дальнейшую судьбу будут действовать в этой федерации? Да, ну, в частности, опять, не опять, а мы в развитии темы, мы уже провели круглый стол по декриминализации. Сегодня снова эти предложения звучали с конкретными предложениями, где, что нужно поправить в гражданском кодексе, в уголовно-процессуальном. Вот, как снизить вот эту нагрузку и добиться, по сути, того, о чем говорил президент. Декриминализация должна привести к тому, что экономические преступления должны наказываться, прежде всего, рублем. Бизнес не должен останавливаться, он должен продолжать работать. Заплатил штраф пеня, соответственно, продолжай дальше работать. Сделай выводы и не играй в эту игру с государством, потому что контрольно-надзорная система, она все равно будет работать, потому что, чтобы предохранить нас от некачественных продуктов, некачественных автомобилей и так далее. То есть, все, что делает человеческую жизнь как раз вот безопасной. Как сейчас обстоят дела с укреплением состояния малых и средних предприятий в производственной сфере? Да, мы эту тему держим на контроле и не случайно, наверное, опять же, если посмотреть повестку нашего комитета, то есть, приоритет отдается как раз тем отраслям экономики, промышленности, которые связаны и с технологической независимостью, и с поддержкой экспорта. Ну, вот сегодня, в частности, проходит женский форум, да, я тут бегом пробежался по первому этажу, посмотрел, что какие выставлены проекты, начиная от умного дома и заканчивая, значит, специальными приборами для диагностики, вот как показатель, да, это уже конкурентно способная такая продукция. Поэтому как раз задача сейчас стоит, если мы говорим о производственном бизнесе, то в первую очередь, не случайно вот возвращаясь к Красноярскому экономическому форуму, для Сибири определены те кластеры, где у нас есть ресурс. Есть ресурс кадровый, есть ресурс техниковнедренческий, с учетом того, что есть преференциальные площадки, но в частности, например, вот Томской области, могу сказать, что работает одна из старейших техниковнедренческих зон, где как раз разработки научно-технологические, передовые должны внедряться. Есть территория опережающего развития. Ну и сегодня, в частности, прозвучали предложения, что вот для реализации этих амбициозных планов нужны еще как бы особо экономические зоны, привязанные непосредственно с определенным набором льгот для округов. Ну, наверное, это сложно будет поддержать такую идею. Но вот, в частности, я для себя отметил, что, возможно, поддержка резидентов, которые находятся внутри производственных кластеров и решают сложные задачи по технологической независимости, либо используют какие-то прорывные технологии. Вот здесь возможно подойти как раз с этих позиций и предусмотреть меры. Ну, как в свое время мы принимали закон об экстритериальном принципе работы Сколково. И на сегодняшний день, допустим, резидентом Сколково может быть любое предприятие, находящееся там от Калининграда до Владивостока. Возможно, вот такие подходы использовать. А применительно к вашему региону они будут рабочими? Я думаю, безусловно. Есть, ну, на сегодняшний день меры работают, конечно. Вот, ну, не случайно мы, Валентина Ивановна, нас всегда нацеливает, что в региональную неделю нужно встречаться с руководителями, с бизнесом, особенно высоко технологичным, как раз смотреть, какие проблемы возникают. Потому что одно дело, когда меры принимаются пакетно, а другое дело, когда ты разговариваешь непосредственно с руководителем и видишь, где что тормозится, где слишком много времени уходит на то, чтобы у нас его на сегодняшний день просто нет. Поэтому нужно скорость просто увеличивать там в десятки раз для того, чтобы решать эти проблемы. Ну, в частности, вот по Томской области я посмотрел там справку за 22-й год. Мы через разные меры региональной поддержки 800 предприятиям оказали помощь на сумму 4 миллиарда. Ну, 4 миллиарда для России небольшие деньги, а для нашего регионального бюджета это существенно. С какой целью? Чтобы увеличить долю, опять же, в Валовом региональном продукте и увеличить количество новых рабочих мест. Ну, и опять же, с точки зрения нашей специализации, которая прописана в стратегии, мы вот эту цель и будем добиваться. Ну, и те инициативы, которые озвучил президент, безусловно, по непосредственной подготовке кадров, они вовремя инициированы. Я думаю, что сейчас многие программы в ВУЗах будут пересмотрены, и сроки получения тех или иных специализаций с учетом запросов региональных экономик. Это очень важно. Спасибо, Владимир Казимирович. О развитии предпринимательства в нашей стране мы говорили в прямом эфире с сенатором Владимиром Кравченко. Продолжение следует...